Они просто всякой игры на насмотрели, что я приходил в зал, и тренажер, который на меня смотрит и улыбается мне. Тренажер, который похож на арбуз, я стараюсь сделать его первым, блядь. Многие становились банкротами. Вы из банкротов выбирались с нулями, с долгами. Теряли ярдные состояния, зарабатывали их обратно. Не страшно прогореть. Каждый вот этот вот провал, это для вас новый опыт. Три любимые книги. О, ребят, какие? Собственно, с этого я начинал дома. У меня были бутылки, у меня были гантели, принесенные папой. Много людей просто отказались от тяжелых тренировок, начали какие-то там пампники делать, то есть какие-то вот эти методики, крепить на себя электроды. Последнюю книгу, которую я читал в своей жизни, это была книга «Дзиньский на рассказе». Цена и проблема людей в том, что они не вырабатывают объем тренировки. Это как и для пауэрлифтинга, так и для бодибилдинга, так и для стронгмана, для всех спортов нужно вырабатывать объем тренировки. Есть такое понятие. Если ты не вырабатываешь объем тренировки, то ты как бы и не тренируешься, по сути. То есть это нужно выполнять в любом случае. А просто у них какое-то понимание такое, как я говорю, объем тренировки, тоннаж поднятый, там еще что-то. Я говорю, что? Это что такое? Я говорю, а как вы вообще считаете свой прогресс вообще? Как вы следите за своим прогрессом? Я просто, люди как-то приходят в зал, то есть он пришел, что мы сегодня будем тренировать? А давай грудь. А как мы будем тренировать? А давай вот этот тренажер. А вот тот, который сейчас вводит. А вот этот, ну как ты что-то почувствовал? Как ты почувствовал? Ну да, вроде как-то я подгрузился, вроде все. Все. Я говорю, ну окей, если ты просто находишься в поддерживающем режиме, типа вот ты никак ничего нет. Но если ты куда-то готовишься, ты по плану какому-то должен заниматься, не знаю. Они просто все кай-грины смотрели, что я прихожу в зал, и тренажер, который на меня смотрит и улыбается мне, вот там я и буду заниматься. Я сделаю столько повторений, сколько у меня душа просит. Тренажер, который похож на арбуз, я стараюсь сделать его первым, блядь. Кай-грин-то, ребята, это все история придуманная, показная. Тут это вот, типа я там в этой квартире ободранный. С тем, что он показывал, уровень спортсмена, и типа уровень жизни, и что вот я на беляшах готовлюсь, у него в то время уже были такие контракты, это все было просто красивый, качественный контент, направленный на аудиторию. Ну, так чувствовать себя комфортнее на одном уровне, да, с человеком. Или что у него какие-то есть минусы, да. Вот очень многих блогеров, которые вы смотрите, откровенно, они не очень-то умненькие. А вы смотрите, потребляете прям минусовый контент, тратите свое время, чувствуете, что вы лучше, чем они. И вы такие, о, он вроде бы популярный, известный, но я-то и поумнее, и форма у меня получше. И тратите свое время. Потому что на фоне кого-то компенсировать свои какие-то комплексы и все что-то легко. Посмотрим на Фила Хита, у него совершенно другая была картинка, момент, да, когда мы с Каем шли, Кай был типа парень с окраин, свой, да, слаженный путь, а Фил наоборот, он, вот он, с какой-то, я даже не знаю, как это правильно сказать, не с короной, но все-таки с более, держался на более высоком уровне. И за счет этого он многих людей отталкивал. Это вызывает у людей дискомфорт. Сейчас такое время, когда вот эти мотиваторы, они показывают не долгий, тяжелый путь, люди не хотят видеть долгий, тяжелый путь того, как человек шел к успеху, он там через тернии к звездам. Люди хотят видеть быстрое, быстрое обогащение моментально. Вот проснулся богатый, проснулся известный. И люди, заметь даже, которые современные в топе у подростков, например, это те люди, которые пришли к успеху вот так, просто не приложив никакого усилия типа. То есть это все выглядит вот так вот прям. И у них у всех создается ощущение, что а нахера нам стараться, нахера нам работать, нахера нам складывать что-то, если можно вот так. И все сводится только к удаче, что кому-то повезло, а кому-то нет. То есть вот кому-то повезло стать известным, кому-то нет. Но я могу стать таким же известным, потому что я вот такой же чмо, как вот этот вот, по сути, даже лучше. То есть то, что о чем ты говоришь. Чем я хуже, чем вот этот чмо, который там тиктокер какой-то, понимаешь? Чем я хуже? А ничем не хуже. Соответственно, я тоже могу быть таким же, как он. А почему я не такой, как он? Потому что мне просто не повезло. А вот завтра, может, повезет. Но я не должен делать ровным счетом ни хера. То есть я должен снять какой-нибудь бред, выложить на тикток и ждать, когда он выстрелит, понимаешь? А раньше было что? Раньше были такие идеалы, я не знаю, даже возьми там, ну, в советское время. То есть это были люди, которые тяжелейшим титаническим трудом, спортсмены, не важно, деятели культуры, все, кто угодно, пришли к своему успеху, к признанию годами, десятилетиями. И когда человек видел вот этот идеал, он понимал, что чтобы хотя бы чуть-чуть приблизиться к этому, он должен ебывать очень жестко прям, дисциплинировать себя. И, возможно, когда-то, через десятки лет, он приблизится к чему-то подобному, но даже если не приблизится, он будет намного выше, чем среднестатистически какой-то просто обычный паренек или там девушка, понимаешь? А сейчас все это изменилось, сейчас идеалы стали такие, что вот, если я не богат в одно утро, значит, виноваты все вокруг. Это не я просто не хочу работать и там безинициативное чмо, а просто вот, значит, мир вокруг неправ, потому что моя мама мне говорит, что я самый лучший, понимаешь? Там и вокруг, там, моя бабушка говорит, что я самый крутой и почему меня все не признают, потому что все плохие, а не я плохой. Вот, ну, я тоже тысячу раз повторял, в принципе, то есть поколение молодежи, выросшее вот маменькин и сынков, вот этих вот. То есть, если вы, еще раз повторюсь, если вы хотите, чем больше вы хотите добиться успеха, тем раньше вам нужно отколоться от родителей. В 16 лет, неважно, все, пошли на собственные ноги, заработать самому на квартиру, жить, не знаю, в говне, там, не знаю, в общаге с 8 людьми, но окунуться вот в это вот и понять, что где вы находитесь. Вот, и вот там вы реально поймете свою цену, потому что вот там вы поймете, что вы находитесь на том уровне, и это реально ваш уровень, это не то, что мама говорит. Вы самый лучший, ты самый лучший, ты самый талантливый, ты самый красивый. Нет, вот там ты поймешь, что это чмо, и что для того, чтобы тебе быть хотя бы где-то кем-то, тебе нужно вкалывать, чтобы вырваться из вот этого болота и подняться куда-то. То есть вот, и вот там вы начнете двигаться, и вот там вы поймете цену. Да, это тяжело, да, это выход из зоны комфорта, да, это, ну, это может быть прям, не знаю, в некотором моменте там хочется застрелиться и повеситься, но вы продолжаете двигаться, и в определенный момент вы уже кто-то. Не по мнению ваших родителей, а по мнению окружающего мира. А если вы будете всю жизнь вот так вот, скажем так, слаться на мнение каких-то... Нам нужна ваша помощь, чтобы накормить этих господ, особенно вот этого господина. Если мы его не накормим, то все, беда. Представляете, чтобы он нас ест? Вы повару скажите, что просто у него самый ответственный день в его жизни. Решается все. Все по готовности, напитки сразу верно. Все хорошо, но если так вспомнить, кому интересно, тренироваться я начал в 14 лет. То есть, а мне сейчас 32. А сейчас говорит, ну да, мне 32. Грустно вспоминать такие вещи. Вот. И в какой-то момент тоже, в общем-то, что-то накачало. Единственные были перерывы, да, там оторвалось, там заболел, там что-то парализовало. Причем полежало в больницах. Но сама суть, что с 14 лет я тренируюсь, и с 14 лет я работаю. Первый раз пришел на работу в 14 лет. И тебя это действительно закаливает, дает тебе понимание жизни. Вот я скажу, чего не хватило мне в какой-то момент, то, что есть у вас. У нас у всех не было Ютуба, ну и какие-то там информации, книг. Соцсети не нужны, соцсети по факту говно. Так-так, просто можно, если повезет, наткнуться на кого-то талантливого, умного и достойного. К чему я это? Мне вот чего не хватило, я понимаю, это наставника. Не было человека рядом, на которого можно было... Ну, я не говорю, перенять опыт, тебя научат. Это вообще супер, если тебе повезет, у тебя будет человек наставник, который тебе подскажет, делай так, делай вот это, вот, или сделай сейчас это, ты будешь там учиться расти. Да, на кого-то можно работать, опытного и умного, это круто. Но не было даже человека, на которого можно было смотреть. То есть мои амбиции, моя жизненная позиция, они совпадали, например, с позицией жизни моего отца. Потому что человек с четырьмя высшими образованиями. Начальник штаба, 25 лет в выслуге военной, очень умный, очень достойный человек. Но у нас с ним настолько были разные мировоззрения, что мы практически не общались. В диапазоне, наверное, 20-24, ну, мы, в принципе, наверное, не разговаривали. То есть я понимал, я его дико уважаю, дико считаю, что он невероятный человек. Но научиться не смог, потому что было разные мировоззрения. Не было у нас, где получить информацию. Да, вот информация, не было источников информации в те времена, книг не было. Блин, даже по бодибилдингу информация была. Слушайте, мы такую дичь читали. Если читали, был Буланов, был кривой перевод Бамбеллы про какие-то вещи. По экономическим каким-то наукам вообще были нули. Была пропасть у нашего поколения. Поэтому, действительно, сейчас богатство оно помолодело. Потому что, если бы вот все эти возможности собрать тогда, например, дать мне, наверное, я этих результатов нынешних добился бы еще где-нибудь там лет в 25-26. Возможно. Но, как вышло, так вышло. Вам безумно повезло, если к этому везению, которому, да, сказал Илья, вы прибавите свое трудолюбие, честолюбие и желание. И труд. Титанический. Вот. Даже стоя там в клубе 500, да, там многие смеются, еще что-то там говорят. Но я-то людей этих знаю, кто там есть, именно участников. Говорят, там ребята пашут. Очень многие. И многие становились банкротами. Вы из банкрота выбирались. С нулями, с долгами. Теряли ярдные состояния, зарабатывали их обратно. Ну там у некоторых, блин, с чуваком вместе общались, у него была ярдная контора, он потом чуть с крыши дома не сошел, там, блин, там наркота, там то, там другая страна. Потом вернулся новый бизнес, вернулся в жизнь. Ну, такие бывают истории. У каждого есть шанс невероятный. Проблема не в том, что ты прогоришь, там, десять раз. Проблема в том, что многие люди даже не пытаются что-то сделать. То есть не страшно прогореть. Каждый вот этот вот провал, это для вас новый опыт. И это, скажем так, новый просто багаж ваших, то есть поклоняется, багаж вашего опыта, ваших знаний каких-то в определенной области. И впоследствии у вас исчезает, на самом деле, страх. После нескольких таких попыток у вас исчезает вообще какой-либо страх, что это делать. Вот, и вы просто как танк движетесь вперед, и вы понимаете, что не существует в мире проблем, которые вы не можете решить. Вот. И чем дальше, тем больше у вас этот багаж, тем более, скажем так, ментально бессмертным вы в этом смысле становитесь. И тем больше высокие планки у вас становятся. Вот. Я просто по себе это знаю, потому что когда вот я еще в Чехии начинал только открывать зал, какие у меня тогда были мировоззрения по поводу различных вещей, как в жизни они функционируют, да какие сейчас у меня представления. То есть, ну, я помню, какие ситуации тогда могли меня вогнать просто в ступор, и я готов был, не знаю, там, просто сесть, схватиться за голову руками и говорить, что же дальше делать. Сейчас таких ситуаций просто физически не может быть. Сейчас к ребятам будет вопрос, наверное, максимально сложный. Книжный клуб. Кто знает, три любимые книги у ребят? Какие были? Вопросы не ко мне. Они могут быть спортивные. А это может быть журнал, это может быть спортивная, может быть художественная литература, может быть научная. Например, у меня, например, есть один учебник, вы будете смеять, у меня любимая книга. Это один из учебников, которым я учился. Это основа маркетинга Котлера. Потрясающая книга, я прям рекомендую ее к прочтению. Толстовато, возможно, но Котлер не устаревает в моем понимании, если мы рассматриваем вопрос маркетинга. Илюк. На самом деле, вот эта же книга, я ее тоже хотел сказать, одна из своих самых любимых. Я ее относительно недавно, два года назад, только прочитал. Но там настолько все прям вот очевидно, настолько все расписано хорошо, что если вы хотите действительно понять многие вещи... Основу маркетинга. Основу маркетинга. Так называется. Вы действительно хотите понять, как, что работает и впоследствии руководствоваться какими-то этими принципами, взять их все на заметку, то must have, то есть это определенно. С другой стороны, вот я бы назвал, наверное, две книжки из художественной литературы, которые являются моими самыми такими ключевыми именно в понимании человеческих взаимоотношений и всего остального. Это «Мастер Маргарита Булгакова» и «Преступление на наказание». Вот. То есть для меня все-таки, как я уже говорил, ранее упоминал, важны человеческие отношения, именно вот эта душа. И в этих книжках это раскрывается просто вот максимально. Вот. Последнее время, опять же, художественную литературу я особо не читаю. То есть если мне нужны какие-то сведения или я хочу улучшить свои какие-то знания в какой-то области, то я сразу же ищу точечную информацию в интернете, целевую какие-то источники. Вот. Поэтому в последнее время я не могу даже сказать, что вот я бы взял какую-то прям конкретно книжку прочитал целиком. Потому что, скажем так, ну, обстоятельства требуют каких-то максимально быстрых высасываний информации какой-то определенной и движения дальше. По-художественной я бы назвал, ну, правда, сильно моя молодость, это девятый, надо же, восьмой, одиннадцатый класс, это Чак Паланик. Ну, я не скажу, что это будет бойцовский клуб, это было бы слишком банально, хотя в том числе и, конечно, он был прочитанный, это потрясающая книга, но в целом литература Чака Паланика и его книги. Да, разбираем. Его произведения в тот момент, в том возрасте произвели впечатление, были интересны, наверное, в таком случае что-то сформировали. Хороший автор, мне очень нравится. Самое забавное, что по спорту, наверное, мне сложно что-то назвать, но я, опять же, вернусь сильно теперь уже даже не то, что в прям юность, а практически в детство. Наверное, книга, которая меня чему-то научила и отправила тренироваться, это энциклопедия бодибилдинга Арнольда Шварценеггера. Она была такая очень большая, она в таком вот формате. Такая книга, довольно-таки толстая, причем половина из нее это были фотографии атлетов златоэры, а другая часть достаточно такая сжатая, краткая биография Арнольда и какие-то методики и схемы тонировок, собственно, с этого я начинал дома. У меня были бутылки, у меня были гантели, принесенные папой из части воинской. Ну, собственно, кстати, и книжку-то принесли мне с библиотеки армейской. Вот, это, наверное, такая тоже вот книжка. Кстати, как основы, смех смехом, вот самая банальная какая-нибудь книжка, посвященная какими-то там Бена Вейдера, она реально будет крутая. Методики повышения интенсивности, основы сплитов, да, они вполне себе адекватные. Но до этого ничего никто не придумал, понимаете? То есть смысл-то в том, что все пытаются сейчас изобрести колесо, но это в основном только для того, чтобы продать какие-то свои программы, новые схемы, то же самое в области суплементации. То есть все же основные какие-то добавки, которые рабочие, они уже давным-давно, скажем так, выведены и рабочие схемы давным-давно поняты. А все, что сейчас происходит, вот какие-то вот эти новые, скажем так, открытия, которые они предоставляют, типа как прорывные, это, скорее всего, в большей степени маркетинг для того, чтобы просто продать продукт. То же самое в тренировках. Вот золотая эра бодибилдинга, когда все атлеты вот выходили, вот когда мы просто вспомним, когда Ронни Колман был в топе, вот я считаю вот эту эру золотой, когда они уже были большие, качественные, красивые, то есть сочные прям, скажем так, двухтысячные. Все тренировались тяжело, все до единого тренировались тяжело. И тогда вот я даже разговаривал с людьми из Америки, это было вообще нормально, что ты приходишь в зал, и там они начинают, то есть пять плюс блинов, то есть это 220 килограмм присед, это был старт, это было нормально, это была норма для всех. Это было прям, понимаешь, сейчас, когда ты приходишь в какой-то зал, и видишь кого-то там пять блинов приседать, это уже такое, о-о-о, а что такое? И причем нормальные даже посетители зала, в виде вот этих профи, они стремились держать тоже как бы ритм, и в то время было даже очень много таких товарищей, которые и не выступали, и все равно были здоровыми, и были сильными, и как бы ну вот, ну просто не выступали, но тем не менее зал был наполнен как-то по-другому. Сейчас это все изменилось, сейчас много людей просто отказались от тяжелых тренировок, начали какие-то там пампники делая, то есть какие-то вот эти методики, крепить на себя электроды, и естественно уровень, вот посмотрите, сравните уровень двухтысячных, когда например Коман был в топе, насколько там было вот прям, и вот смотрите последнюю Олимпию. А сейчас мы узнаем у Романа, Роман. Любимая книжка. Последнюю книгу, которую я читал в своей жизни, это была книга Денискина рассказов, она была и первая. А еще любимая то, что я почитал, это кроссворды, сканворды, блядь, вот так далее. На самом деле я не любил читать, мое самое нелюбимое занятие в мире, наверное, блядь, кроме, да нет, даже это любил. Это было чтение, я не любил, но для меня читать это было вот просто садиться, и вот каторга просто перед книгой, кто-то получает удовольствие, там некоторые фетишисты даже страницы книг нюхают и так далее. Для меня это было каторга, это было самое скучное в мире занятие. Вот просто сидеть и смотреть в стену для меня было намного интереснее, чем открывать книгу и читать. Для меня это не развлечение, для меня это труд и работа. Сидеть или лежать и читать книгу. Я устаю. Вот, поэтому я никогда не читал. И при первой возможности, когда была возможность не читать, я не читал, блядь. И вот всю жизнь я, всю жизнь, и литература и так далее, я проебывался. Я ни одно произведение в школе, ни война и мир, ничего, я не читал. Я даже не знаю, про что эти книги. И мне может быть сейчас отчасти и стыдно в какой-то мере это все произносить, и говорить, и вещать, и так далее, и тому подобное. Но меня в жизни учили не книги. Меня в жизни учили люди, которые встречались у меня на пути. Вот, допустим, такой вот человек, как Руслан в моей жизни повстречался, хотя к нему я после того, как стал чемпионатом России абсолютно, я побоялся подойти и даже сфотографироваться. И даже по поводу онлайн-ведения и всего остального договаривался через его помощника, а не сам лично. И вот по мере, так скажем, становления, взросления, какие-то моменты, вот как Илья сказал, да, которые меня интересовали точечно. Я вот прям искал какую-то информацию и так далее, читал. Вот мне тогда не лень, когда мне интересно что-то конкретно, какая-то вот полезная информация, я ее читал. Последние книги, которые мне Руслан сказал, когда я запускал свой бренд, свой бренд? Да, уже ты. Пептидов, да. Пептидов. Вот, Руслан мне прям понакидал несколько аудиокниг, я их скачал в Литрес и начал слушать. Время от времени на самом деле слушаю. Вот одну из первых книг, которые Руслан сказал, он мне сказал, обязательно сначала начни с нее. И начинал, честно говоря, и слушал, но какое-то время это вот аж отошло на второй план. Поэтому я книги не читаю, никому никаких книг порекомендовать, к сожалению, не могу. Ну, то есть, ну, это не мое. Мне об этом, ну, нет, не стыдно. Просто я старался развиваться в каких-то моментах именно из личного общения и точечно воздавал информацию, которая мне нужна и необходима, в том ремесле, в котором я старался развиваться этот способ. В общем и целом я вырос, ну, достаточно не глупый, не топорылый человек и просто не читая. А развивался я вот при общении с людьми, знакомства и так далее и тому подобное, все было вот так вот замечательно. Вот что я могу сказать по поводу книг. Руслан сейчас мне понавтыкает пиздюлей, конечно. Да нет, не буду сильно, у каждого свой путь и это нормально. Я вам про школьную литературу скажу классическую. Вот кто-то из вас, ребята там прям молоды-молоды, я вам скажу так. Наверное, вот эти ваши, я ничего китайского, все не заказываю. Да, два супчика, супчик куриный и супчик кимчи. Так вот, я почти всю школьную литературу читал в кратком изложении то, что было надо. Я же гимназию заканчивал, гимназию с углубленным изучением всего. Вы понимали, в моем классе, по-моему, шесть или восемь золотых медалистов. Да пипец, такие все башковитые были. У меня три четверки в эти статьи, это типа вообще бездельник, двоечник и так далее. И я, конечно, школьную литературу не любил. Когда мне рассказывают про глубочайший смысл наших произведений великих, художественных, наших авторов, ну вы простите, я в них глубокого смысла не вижу. Вы меня не убедите в обломовщине, вы меня не убедите, что там какие-то глубинные мысли в войне и мир. Много буков, ничего восторга не вызывало. Поэтому вместо всего этого как раз я читал Паланника, я читал Сартра, я читал других авторов, я прочитал все доступные тогда мне труды Ницше. Мне это очень нравилось. Букбидера, еще что-то. Я читал то, что мне нравится. И ложил такой вот поп на школьную программу литературы. И чудесно себя при этом чувствовал. Хотя, кстати, опять же, к примеру, преподаватель по литературе, это учитель года России, которая получала от Путина медальку. Зато какая она хорошая учительница и талантливая. А меня все равно никак не вовлекало в литературу классическую школьной программы. Поэтому я пробегался по краткому изложению, был в курсе, что происходило. В принципе, этого хватало, чтобы как-то вывести и не получить плохую оценку. И все было окей. Ну что, книжный клуб «Качок малышок» заканчивает свою работу. Поставьте палец вверх, если понравилось. Думаю, что контента будет ультрамного. Но как-то мы это подвыложим. Поэтому много смотрите, ставьте лайки. Потому что никто ни хрена для вас не делает так-то особо, кроме нас. Особенно в формате лайф и по-честному. И вот похлюпывая тут с двух сторон у меня. Вот так вот они делают. Вот. Мы вас ценим реально. И о вас даже заботимся, говоря с вами. Вот и вы нас цените. Лайки поставьте, смотрите. Накидайте вопросы под этот видос. Мы вам на эти вопросы ответим на каком-нибудь ресурсе, который не будет заблокирован в нашей стране к моменту завершения Сибириана. А то же там 4 апреля какая-то выплата должна быть большая у России. И будет незаплатимо. Включат нам кабель интернета. Все. Всем пока. Ссылки на пацанов там внизу.